всем привет и слава украине передача новости из кавказа продолжает свою работу с вами я гела басадзе и сегодня у нас традиционный эфир с хорошо знакомым и любимым нами входа приветствую хват но я уже в родных шпинатах что называется буквально несколько дней назад и вы знаете у меня так получилась ситуация с корабля на бал то есть упав с ночных небес побежал на президентские выборы знаете когда я брал свой билет торонто я почему-то взял обратным числом 5 февраля и я не знал что именно в этот день такое будет совпадение что вылетев пятого числа я прилечу седьмого в баку вот но как говорил известный бакинец академик дайвич ландау совпадение это лишь падение сов так что совпадение это или нет но так или иначе несмотря на то что люфтганзе задержала рейс она его перенесла я приехал затемно вот утром а утром меня встретила таким светлым бакинским небом потому что баку как и тбилиси долго хмурится не может вот упав с ночных небес на родной баку я побежал голосовать причем пошел не в тот участок я раньше голосовал там а выяснилось что сейчас участок в другом месте вы знаете я был удивлен мне пришлось выстоять очередь батона гелла мне пришлось выстоять очередь в одном участке чтобы я должен идти в другой участок в общем в другом участке было очень чуть поменьше но так или иначе вот в момент когда я взял бюллетень и зашел за ширму чтобы поставить вот эту птичку у меня было такое удивительное ощущение что вот моей рукой у имени и хана гейдарыча вело еще на рук 50 это были все мои канадские знакомые которые сохраняют азербайджанские паспорта которые являются гражданами и канады и азербайджана я их называю двукрылые люди у них два паспорта как два крыла они все просили меня за меня тоже проголосу в отличие от америки где была создана возможность азербайджанцам участвовать в выборах в канаде этой возможности нет вот это кстати пользуясь эфиром я тоже хочу донести до более широкой аудитории чтобы следующие так сказать выборы этот момент был тоже предусмотрен но знаете тут причины и объективные и субъективные потому что ну честно говоря отношение канады к азербайджану немногим лучше отношения франции особенно при трюдо при нынешнем этом либерастическом правительстве вот и когда я спрашиваю своих друзей в канаде как вы тут живете они всегда говорят с трудом вот и посольство представлено одним человеком консулом правда замечательный человек васи фабут алыбов который по возможности помогал и мне и другим нашим соотечественникам и так далее но один человек не в состоянии организовать так сказать этой процедуры и поэтому мод моей рукой вело как минимум на человек 40 50 моих добрых знакомых которые в этот день хотели быть там где был я вот это ощущение того что ты вот совершаешь что-то такое а за тобой стоит целая когорта твоих единомышленников а нужно напоминает тебя какой-то ответственностью какой-то гордостью и знаете вот эта обстановка я человек далекий от политики но вот эта удивительная царящая воздухе обстановка вот на тех избирательных участках где я был там были представители обсе там были наблюдатели и так далее знаете я почувствовал я испытал ощущение какой-то консолидации это очень интересное чувство знаете меня абсолютно не интересует какой отчет о выборах будет представлен оба с е или там теми или иными наблюдательными структурами я почувствовал вот это ощущение это чувство локтя национального это это ощущение консолидации общества которое позволило направить вот эти вот эйфорические настроения а эйфория она по сути своей контрпродуктивно это так выстрел в пустоту а вот именно вот эта обстановка выборов она еще позволила мне ощутить это чувство какой-то большой национальной консолидации в обществе это один очень позитивный так сказать опыт который я вынес из этих выборов принять когда человек за которого ты голосуешь получает не столько кредит твоего доверия потому что кредит это то что ты берешь в долг это то что ты можешь отдать а можешь не отдать и мы знаем что большинство политиков своих кредитов не оплачивает это был не кредит доверия батона белла это был простите мне мой новая за это был дивиденд доверия это было если хотите вот он доверие это было такое ощущение благодарность да прекрасно все понимаем что как и везде на постсоветском пространстве есть социальные есть экономические истинные проблемы но в тот момент это все как-то отодвинулась на задний план на фоне того чувства признательности, благодарности, того ботума доверия, который лично я поставил рукой, которое вело еще, может быть, несколько десятков рук. И еще один момент – это проведение выборов на всей международно признанной территории Азербайджана. И вот я помню, как уважаемый Рамиз Юнус в своем эфире с вами из Шуши и желал вам точно так же вести эфир из Сухуми, из Схемвали. Вот я хочу пожелать всей Грузии и вам, в частности, Батона Гела, дожить до того дня, когда выборы главы грузинского государства будут проходить в Абхазском и Схемвальском регионах Грузии. И Азербайджан показал, что то, что кажется сегодня невозможным, может стать возможным в будущем. Так что в этом плане Азербайджан и Грузия как бы в одной упряжке. Я от всей души желаю и вам, и всей Грузии пережить вот этот момент голосований на всей международно признанной территории Грузии. Иншалла, как говорится. Батона Гела, я вас не слышу. Вы пропали. Звук А. Действительно так. Я бы сказал бы так. Когда я чихаю качелью, я стараюсь отключать и иногда забываю включать. Да. Значит, ну действительно, были в одной упряжке. Сейчас. Лесто в этой упряжке освободилось, и слава Богу. И это здорово, это замечательно. Хотя впереди еще очень много, очень много всего. Впереди, в принципе, новая задача. И они, мы думали, вот, кстати, я чего хотел сказать. Честно так. На общественном мнении. Вы как воспринимаете? На общественном уровне. Установление долгосрочных отношений с Арменией. Это задача вчерашнего дня? То есть, это задача завершения вчерашней войны? Или это задача будущего? Это задача новая? Вы знаете, я, конечно, человек далекий от политики. И у вас есть целая когорта специалистов, которые ответят на этот вопрос более детально. Мой ответ будет ответом обывателя. Так что я сразу хочу сделать именно на это сноску. Вот. Я считаю, что это вопрос будущего. И я считаю, что в первую очередь должны остыть стволы пушек. То есть, азербайджанцы и армяне должны просто пока перестать стрелять друг в друга. Это долгий процесс Батона Гела. Он может немножечко затянуться. Его форсировать нельзя. И я считаю, что должен наступить момент, когда азербайджанцы и армяне должны перестать смотреть друг на друга в оптический прицел. Винтовки, автоматы, снайперские винтовки, чего угодно. То есть, нужно отойти вот от этой конфронтационной риторики. А это очень непросто Батона Гела. Ведь посмотрите, конфликт начался, когда мы демобилизовывались из армии. Это 88-й год. 36 лет. Это жизнь целого поколения. И за это время выросло поколение и тут, и там, которые смотрят друг на друга в оптический прицел. И разом отучить их смотреть друг на друга под этим углом будет очень и очень сложно. Но это ничуть не умаляет значимость того, что это нужно делать. И мне кажется, что постепенно наступает вот эта пора собирать камни. Кстати, пока я летел в Баку, во Франкфурте произошла очень большая задержка. И мне удалось посмотреть несколько ваших эфиров. Кстати, хочу вас поздравить с вашими новыми соавторами и соакторами. Полку ваших соакторов прибыло. И у вас получилась очень неплохая подборка людей, причем людей немножко такого разнопланного периода, разнопланного профиля, не чисто политической направленности. Вот вы знаете, мне очень понравился ваш эфир с Арменом Аванесяном. Мне кажется, что с этим человеком можно вести дискуссию. Что с ним можно конкретно обсуждать те или иные вопросы не в конфронтационной риторике. Хотя есть, конечно, шероховатость. Вот я, например, не получил дельного ответа на вопрос, почему Армения не может изменить сейчас Конституцию. Я понимаю, что это тоже ломка стереотипов, которые складывались... Нет, ну это я даже знаю, это даже я знаю почему. Потому что если сейчас Пашинян вынесет на референдум, это все, не факт, что он получит большинство... Понятно. Голосовать будут, понимаете, голосовать будут не за изменения Конституции. Голосовать будут за Пашиняна или против Пашиняна. Так, вот оно дело. В нашем регионе политика всегда была персонализирована. У нас всегда голосовали не за партии, а за людей. А так как голосовать будут за Пашиняна или против Пашиняна, то в случае поражения ему придется проводить выбор. Да, там очень высокие... А это угроза потери власти. А для любого политика, что мы говорим, для любого политика в первую очередь важно сохранить власть. Во вторую очередь важно сохранить власть. В третью очередь важно сохранить власть, а потом уже все остальное. Но вы знаете, несмотря на куда как более сокрушительные для армянского общества удары, Пашиняну удалось выиграть целую серию выборов. И сразу после войны, и позже. То есть у этого человека... Об этом гораздо лучше меня с вами, так сказать, эту тему сможет обсудить тот же Вадим Дубнов, который очень часто говорит о том, что Пашинян — это лидер всегда готовый, как боксер выйти на ринг, вот точно так же он готов идти на выборы, потому что он чувствует за собой определенный электорат. И в принципе пока что выборы ему удавалось выиграть. Я думаю, что всем Армяне и всему региону это на пользу. Но опять я вхожу в политическую сферу, в которую я говорю с специалистом. Вот с Арменом Абонисиана была еще одна интересная деталь, на которую мне хотелось бы отреагировать, пользуясь эфиром, когда он говорит, что армяне Карабаха должны вернуться под гарантии Азербайджана и международные гарантии. Вот это нереально. Понимаете, как нереальным для армян представляется экстерриториальность Зангизурского коридора, точно так же для Азербайджана абсолютно нереально предоставление каких-либо гарантий армянскому населению, выходящих за рамки Конституции Азербайджана, выходящих за рамки суверенитета Азербайджана. На это не пойдет ни одно государство. Но значит ли это, что у тех армян, которые пожелают жить в Азербайджане, нет никаких гарантий? Нет. Я считаю, что тут должна работать система зеркальных таких сдержек и противовесов. То есть самой верной гарантией безопасности армян в Азербайджане является наличие азербайджанцев в Армении. И вот мне кажется, что на данном этапе, войдя в 1924 год, Азербайджан и Армения оказались как бы на тех равных условиях, на которых можно начинать переговоры с чистого листа. Нужно просто забыть то, что было там, потому что в прошлом мы теряемся в этом грузе исторических обид, претензий, предъяв и так далее. Вот это все надо перевернуть. Надо найти в себе силы начать переговоры с чистого листа. Вообще, 1924 год обещает, как мне кажется, быть годом таких шероховатостей. Вот он начался с этой проблемы в ПАСЭ для нас. Я думаю, что подобного рода шпильки, уколы, всевозможные подвохи и каверз, в основном со стороны европейских структур, Азербайджану еще предстоит увидеть в этом году. И поэтому для меня, опять-таки, возвращаясь к выборам, эти выборы кажутся очень важными с точки зрения внутренней консолидации общества. Потому что именно эта внутренняя консолидация общества, которая не может похвастать большинство европейских стран, она, может быть, на этом этапе азербайджанскому обществу позволит выдержать вот эту вот череду ожидаемых каверз 2024 года. Но я хочу вас еще поблагодарить за одного из ваших авторов, который является, ну, своего рода моим коллегой. Мы оканчивали один и тот же ВУЗ, это факультет востоковедения Азербайджанского государственного университета, тогда Бакинского государственного университета, сейчас огромное спасибо за Джованшир Ахунду. Вы знаете, я впервые на вашем канале увидел такого грамотного, глубокого ирониста. А Иран – это пласт, это цивилизация. И, знаете, вот, слушая ваш эфир, я поймал себя на мысли о том, насколько, как это ни удивительно, очень часто, так сказать, географические границы нашей песочницы, нашего региона, могут не совпадать с этническими границами. Вот эта вот проведенная граница по реке Аракс, Араз, которая стала своего рода берлинской стеной для Азербайджана, она отделила Южный Кавказ от совершенно другого региона, где, как ни странно, живут по разным данным, от 25 до 30, от 35 до 40, данных тут нет, потому что их не привозит иранская сторона, миллионов этнических азербайджанцев, людей, которые говорят на том же языке, людей, которые имеют ту же историю средневекового периода, людей, которые пользуются той же кухней, живут по тем же обычаям, но это совершенно другая культура. Понимаете, вот этот вот туркменчайский договор 1828 года, он разделил судьбы азербайджанцев на севере от азербайджанцев на юг. И, конечно же, очень подготовленный, знающий тему изнутри, Джованшир Ахуннов приводил вам имена огромного количества клирикалов, духовных лидеров, политических деятелей Ирана, азербайджанского происхождения. Вот посмотрите на такую странную деталь. Северный Азербайджан, который попал под контроль России, ему пришлось прожить в двух империях. Это Российская империя, Советская империя, между которыми очень непродолжительный период независимости для всех нас, который исторически такого большого следа не оставил, но он поднял, как говорили лидеры того времени, знамя, а единожды поднятое знамя потом не опускается. Но так или иначе, вот посмотрите, вот азербайджанцы северного Азербайджана, будучи в составе Российской и в составе последствий Советской империи, сохранили свое этническое identity, свое национальное чувство намного больше, чем азербайджанцы Южного Азербайджана, при всей их интегрированности, а может быть в силу их интегрированности в иранское общество, не сумевших этого выработать. Вот это удивительная вещь. Ведь как интересно прослеживается вот эта вот бифуркация, элементарно на примере алфавита. Азербайджанцы в Иране до сих пор пишут арабской вязью. Азербайджанцы независимого Азербайджана были первыми, кто стал разрабатывать латынь. Ведь вот этот вот знаменитый, так сказать, конгресс тюркологов прошел в Баку в 1926 году, и именно на этом конгрессе разрабатывается латинская графика для тюркских народов, которая потом будет утверждена в Азербайджане в 1929 году, и на которой мы писали целых 10 лет, до того, как нас перевели на кириллицу. Именно на кириллице. Мы можем говорить что угодно о советском режиме, со всеми его минусами, со всеми его, так сказать, перекосами и так далее. Но именно в советский период достигается стопроцентная грамотность. В период пользования арабской вязью грамотность была менее 20%. Понимаете, это тоже один из факторов, который формирует ощущение нации, ее, так сказать, национальное самосознание и так далее. А потом развал Советского Союза, от кириллицы отказываются. И тут возникает очень интересный дискурс. Да, мы отказываемся от кириллиц, потому что в ней усматривают элементы колониализма. Кстати, большой проблемой всей нашей региональной песочницы является то, что языковые вопросы у нас очень часто политизируются. Я это говорю вам как лингвист. Понимаете, язык нельзя политизировать, но в практике... У нас не так часто. Да, но в местах гораздо более острее все стоит, уверяю вас. У нас не так. Когда возник вопрос о том, к какому из алфавита возвращаться, вы знаете, были очень разные аргументы. Причем были люди, которые говорили, что мы сейчас не можем читать газет, которые выходили на арабской вязи. До 1920-го года. А вот контр-аргументы было, а вот какой процент населения могут эти газеты читать? Понимаете? Латынь, она более практична. Потому что арабская вязь, она чем сложна? Она создана для арабского языка, для семитских языков. Это консонантные языки, там отсутствуют гласные. Там практически не присутствует гласного ряда. А и У. А тюркские языки, они очень вокальны. Там есть весь ряд гласных, который может произнести артикуляционная пара человека. А, Э, О, Э, У, И, И, Э. В арабском языке большинства этих гласных нет. И вот попробуйте написать арабской вязью, азербайджанское выражение. О, Лун, Я, Э, Лун. Быть или не быть. И у вас будет сложность, потому что в арабском языке нет ни О, ни Э, ни И. Зато есть огромное количество согласных, которые нам не нужны. Сэ мягкое, сэ твердое, сэ мерзубное. Понимаете? И вот как объяснить ребенку в той же Моллахане, где учили писать по-арабски? Почему в слове сабум, мыло, вы пишете твердое, сэ, сад, а в слове салам мягкое, сэ, а в слове сабид межзубное, сэ. Они же все звучат по-азербайджански одинаково. И поэтому одним из традиционных методов обучения учеников Моллахане были розги по пяткам. Это не потому, что педагоги были врожденными садистами. Нет. А потому что детскому сознанию тяжело это объяснить. А так написано в Коране. А ты не можешь это изменить, потому что это слово пришло оттуда. Понимаете, вот в этом плане арабская вязь представляла для тюркских языков очень большую сложность, и поэтому переход с арабского на латынь был более чем разумным. И в Ленин, во всем случае, он способствовал поднятию уровня грамотности. А уже переход с латыни на кириллицу это было чисто политическое решение Сталина, по которому все мусульманские народы переводились на кириллическое письмо. И вы знаете, в кириллице приходилось вводить суррогатные буквы, потому что в кириллице нет многих из тех звуков, которые обозначаются нашими буквами. И приходилось делать кэ с крючком, чэ с крючком, это все суррогаты. Латиница этих суррогатов намного меньше. Вот когда в Азербайджане, я помню, в 90-е годы, в начале 90-х годы обсуждался вопрос, возвращаться ли обратно к истокам, то есть к арабскому письму, потому что были свои аргументы, или все-таки делать один шаг назад вместо двух латыний, один очень неглупый человек сказал, забыв арабскую вязь, придав ее забвению, мы совершим преступление против нашего прошлого. Но не вернувшись к латыни, мы совершим преступление против нашего будущего. Поэтому решили не совершать преступление против будущего и вернулись к латыни, более модернизированной, чем в 20-е и 30-е годы. И эта графическая система показала себя гораздо более жизнеспособной. Но мы немножко ушли... Нет, ну, кстати, это хорошо известный факт, что именно этот латинский алфавит, он больше всего удовлетворяет фонетическим... Абсолютно, он соответствует фонетическому строю языка. Но я возвращаюсь к тому, как вот это историческое решение, этот туркменчайский договор, разделил один и тот же этнос на два совершенно разных социума, две совершенно разные культуры. И, вы знаете, в 20-е же годы из Баку происходит огромная депортация иранских подданных. Порядка трети, если не более, азербайджанской общины в 1914 году составляли выходцы из Ирана, так называемые хамшари, то есть соплеменники. Это были этнические азербайджанцы, но они приезжали в Баку, в основном на нефтяной бизнес. Как правило, это была малоквалифицированная рабочая сила. И вот это был такой люмпенизированный пролетариат, который не очень вёлся на советские лозунги, он не очень их воспринимал. И поэтому советская власть, считая их, так сказать, несколько политически неблагонадёжными, или, может быть, с каких-то других соображений, всех иранских подданных депортирует обратно в Иран в 20-е годы, после чего советская и иранская граница закрывается надлухо, закрывается советской стороной. Иранцы её практически не укрепляли, потому что они говорили, Шурави сделали всё за двоих. Понимаете? Но когда нужно было перегнать танк Абрамс во времена Шаха в Советский Союз, то агент соответствующих служб... Кстати, в вашей передаче появились очень интересные представители вот этих вот служб, уже, так сказать, бывшие. Тот же Акиф Ахундов, очень интересный эфир, большое вам спасибо и за него. Но именно через иранскую границу с Азербайджаном перегонялся в своё время вот этот вот танк Абрамс, представлявший собой колоссальную важность для советских служб в период, так сказать, гонки вооружений и так далее. И вот эта наглухо закрытая граница, она становится берлинской стеной. Эту границу сносит 90-й год. Если помните, конец 89-го, 90-й год, граница полностью открывается, и поток хлынул в оба направления. Но, вы знаете, вот вся эта эйфория, она очень быстро схлынула. И опять-таки, я не буду говорить за всю Одессу, я вам не скажу за всю Одессу, я не могу говорить о всём азербайджанском обществе, но вот в моём кругу не было людей, которые, оказавшись в Иране, что стало абсолютно возможно после 90-х годов, хотели бы там остаться. Понимаете? То есть, очень интересный процесс вот этого разделения одного этноса на две политические нации, две культуры, если хотите. Тут я не являюсь специалистом, но для меня вот эфир с Джованширом Ахундовым был очень интересным с точки зрения пищи для ума. Тут есть над чем подумать. Я надеюсь, что это был не последний ваш эфир с Джованширом Алимом. Мы, кстати, заканчивали один и тот же факультет, но я учился на отделении арабистики, а он учился на Фарси, то есть на факультете востоковедения в наше время было тюркологическое отделение, было фарсидское отделение, было отделение арабистов. В советское время арабисты были самыми, скажем, отделение арабистики было самым модным. Почему? Потому что была возможность работать в обширной географии арабских стран. Собственно, этот же факультет заканчивали мои родители. Причем моя мама покойная преподавала покойному отцу. У них разница там в три года, и когда ей на пятом курсе поручили вести занятия, вот ее первым студентом в ее первой группе был мой папа, который влюбился в свою учительницу и пытался всячески ее впечатлить, но и, как видите, в конечном итоге впечатлил. Да, то есть у меня такая, понимаете, семейная традиция и со стороны мамы, и со стороны отца арабистов. Я, учащийся в школе, поменял четыре школы. То есть один год я учился на Сирии в Ираке, один год я учился в Багдаде, и вот тогда я очень полюбил арабский мир и решил пойти по стопам родителей. Но к моменту, когда я заканчивал факультет постыковения, это 1991-1992 год, в арабистах отпадает необходимость. Совок разваливается, и с развалом существующей системы отпадает необходимость в арабистах. Но зато возрастает потребность в тюркологах, возрастает потребность в иранистах, и появляется потребность в ибранистике, в специалистах по ивриту, и только после того, как я закончил воствак, открывается отделение бронестики, и на востваке начинают преподавать иврит. То есть самое востребованное в советский период направление оказалось самым невостребованным в постсоветское время, и я даже иногда жалею о том, что я не пошел на фарси. Во-первых, он намного легче арабского. Это язык поэзии, это удивительно красивый язык. Во-вторых, он, конечно, открывает горизонт, может быть, не столько географически широкий, но необычайно глубокий. Это целый пласт, это целая цивилизация, которую, как мы можем судить по вашему эфиру с Джоаном Широмахудовым, азербайджанцы играли и продолжают играть далеко не последнюю роль. Но в вопросах самосознание, конечно же, с северной и южной Азербайджаны разница кардинальна. Опять-таки, я не специалист в этой области, но хочу поблагодарить вас за очень интересный эфир. Спасибо. Большое спасибо за оценку. Она, правда, очень важна, и это дорогого стоит. Я просто единственное, что хочу сказать, вот интересный момент я просто хочу. Вот тот разрыв, который вы видите, это разрыв между ну, скажем так, насколько глубоко отличие жителя Баку от жителя Таблиза и жителя ну, деревни возле Борды от жителя деревни ну, опять-таки, возле Таблиза. Это очень хороший вопрос. на который, может быть, я не совсем компетентен ответить, потому что к моему величайшему стыду я так и не успел побывать в Иране за все эти годы. Вот мне не довелось там побывать, чтобы иметь реальность и реальную возможность соприкоснуться с этими людьми. понимаете, то обстоятельство, что мы говорим на одном языке, это еще не все. То есть, помимо языка существует еще и ментальность, существуют традиции, существует ощущение себя в своем социуме. И тут я могу говорить только на уровне предположений. Я думаю, что отличие городского жителя Баку от городского жителя Таблиза, оно достаточно велико. Ну да, там пропасть едут. Достаточно велико. Если говорить о сельских жителях, сложно сказать, потому что я, к стыду своему, не совсем знакомый с провинцией внутри Азербайджана, что уж говорить, о провинции в Иране, но это очень интересный вопрос для исследования. Тем можно было бы заняться и культурологом, и этнографом. Я думаю, что различия довольно серьезные. И мне кажется, что эти различия в первую очередь самоощущение. Вы посмотрите на такую интересную деталь. Азербайджанцы, будучи частью Российской империи, они были очень маргинализированы. Потому что мы все знаем, что в той же царской империи существовало четкое разделение. Опять-таки, мы уходим во времена царской империи, когда произошел этот раскол, когда произошло это разделение, когда была проведена эта граница, ставшая берлинской стеной по реке Аракс. Вообще, в азербайджанском массовом сознании Араз – это река раздела. От тайлы бутайла Араз. То есть, Араз того берега и Араз этого берега. Понимаете? Именно этим обстоятельством, что вот эта река, она граница прошла по одному и тому же этносу, объяснялось то обстоятельство, что Российская империя руками того же Грибоедова начинает массовое переселение этнических армян из Персии в пределы Российской империи, чтобы создать вот этот вот армянский буфер между азербайджанцами по одну и по другую сторону реки Араз. Но в результате большинство этих армян заселяется либо в Карабахе, либо в так называемой армянской области, образованной на территории Нахчеванского и Реванского хана, значительная часть их попадает в Тифлис и так далее. То есть вдоль границы их расселить не удалось. Но, так или иначе, мы становимся частью империи, которой было, если помните, четкое подразделение, вот такой вот подраздел на русских и инородцев, помните? и второе, четкое подразделение на христиан, преимущественно православных и иноверцев. И вот азербайджанцы были маргинализированы по обеим статьям. То есть, если грузины и армяне, да, были инородцами, но все-таки в той или иной степени были инородцами, хотя разные толки церквей и так далее, но все-таки христиане. Нет, там было немного по-другому. В Российской империи очень четко было, что православные это господствующий класс. То есть, если для грузина, если для грузина он мог абсолютно спокойно, более того, немцы, которые были инослужены в Российской империи, те, которые, ну, да, многим протестантам удавалось сделать карьеру, но в основном многие переходили в православие для того, чтобы быть господствующим армянам в Российской империи пробиться было гораздо сложнее, чем в Родине. Они пробивались как купцы. Они пробивались как купцы. Но тем не менее, был Лорис Меликов при Алисове. Да, был Лорис Меликов, но это были вот эти все самые редкие исключения. На Южном Кавказе им создавался режим наибольшего благоприятствования с их переселением. Но я говорю, что азербайджанцы были и иноверцами, и инородцами. То есть, тут они, так сказать, маргинализировались по профессиональному призму. Но, тем не менее, азербайджанцы на территории Российской, а уж потом Советской империи имели свои школы. То есть, у нас существовали в советское время и русские школы, в которых, например, учился я, и азербайджанские школы. И никто не запрещал отдавать детей в азербайджанские школы. Выбор русских школ делался в силу того, что, окончив русскую школу, вы имели возможность продолжить образование в Москве, в Ленинграде, в Киеве и так далее. Но школы существовали всегда в Северном Азербайджане, ныне независимом. В Иране до сих пор нет азербайджанских школ. Понимаете, и одним из основополагающих элементов национальной идентичности, коим является язык, вот этот элемент, он поддерживается в Иране на бытовом уровне. Понимаете, я думаю, что в плане языкознания, в плане филологии, в плане литературы на национальном языке Северный Азербайджан пошел намного дальше, хотя в Южном Азербайджане были бы дающиеся поэты азербайджанские, шахрия, но, понимаете, им приходилось пробивать свое этническое происхождение. И, может быть, вот эта вот этническая, религиозная, историческая, культурная близость фарсов и азербайджанцев, она служила тем инструментом ассимиляции азербайджанцев в Иране, которая в гораздо меньшей степени происходила в Северном Азербайджане. Хотя, я вам говорю, скажу, азербайджанцев являюсь я сам. Я по-русски говорю намного лучше, чем по-азербайджански. К стыду своему я по-английски говорю лучше, чем по-азербайджански. Но, хотя мое владение азербайджанским языком оставляет желать много лучшего, в своем сознании я остаюсь азербайджанцем. Я не русский человек. Я ничего не имею против русского начала, хотя я воспитан на этой культуре. Но вот в плане национального самосознания, конечно же, мне представляется, что в Северном Азербайджане оно намного выше. И оно было намного более высоким до образования независимого Азербайджана. Но, опять-таки, это мои сугубо личные предположения. Хотя вот тот вопрос, который вы поставили, это, конечно, предмет хорошего исследования. Я думаю, что это исследование еще ждет, так сказать, своего исследователя. Этот вопрос ждет своего исследователя. Так, я, беседуя с вами, часто забываю, что я здесь не только благодарный слушатель, но еще и менеджер. Возьмите вразды менеджера, который должен следить как минимум за таймингом. И поэтому я спрашиваю, сколько у нас времени? Ну, как обычно, в принципе, час с небольшим. Нет еще времени. Мы уже проговорили. И, по-моему, у нас накопились вопросы. У нас накопились вопросы, поэтому я перехожу к вопросу. Давайте. Давайте. зритель, наш зритель Верти, я прошу прощения, если вы имя не пишете, поэтому я читаю по нику. Добрый день. Интересно было бы услышать историю семьи Шурбековых. Остались ли сейчас в Азербайджане наследники этой семьи? Это очень много, очень много вопросов, поэтому как-нибудь постараемся в телеграфном стиле. Я понимаю, что это очень сложно. Вы знаете, этот вопрос предвосхитил одну из тем нашего следующего эфира, которая будет посвящена Баку в историях любви. В сегодняшний день Валентина, я так не знаю, забегаю вперед. Вот там мы обязательно поговорим о дворянском роде Шурбекова. А Шурбекова это совершенно уникальный род. Это были самые родовитые нефтепромышленники и самые, скажем так, богатые дворяне, наиболее богатые дворяне. Вообще сам род, он тоже связан с Южным Азербайджаном. Этот род восходит к Ашурхану Афшару. Это был военный министр или родственник Надышаха Афшара, который правил очень недолго Афшарской Персией. Иранский Наполеон. Да, это был своеобразный иранский Наполеон, который дошел до Индии, который восстановил, так сказать, западные границы. И который пытался выйти к Черному морю. Эревань, да, который устраивал депутацию к Петру Первому. То есть он мыслил глобально. Но он правил с 1736 по 1747 год. И вот он в свое время, это период своего правления, вот в это десятилетие, он дарит три селения в окрестностях Баку своему Сардару, наместнику, военному министру, родственнику Ашурхану Афшару, который происходил из вот этого же тюркского племени Афшаров, из тюркского рода Афшаров. Этими селениями были Сабунчи, Забрат и Кешля. В 1747 году Надршаха убивают, ослабление Персии на Южном Кавказе приводит к появлению ханств, одним из которых было Бакинское ханство, но в 1806 году Бакинское ханство упало. Его берут российские войска, и впоследствии ханские титулы, как собственно и сам институт ханств, аннулируются. Но за наследниками Ашурхана и Афшара сохраняются их фамильные земли в тех самых селениях Забрат Кешля и Сабунчи. А Сабунчи в период нефтяного бума становится одним из крупнейших, одной из крупнейших нефтедобывающих площадей. И вот, что называется, волей судьбы, волей судьбы дворяне Ашурбековы, которые занимались выпасным скотоводством и так далее. Кстати, после того, как были аннулированы ханства, титул Беков был все равно сохранен. То есть, наследники Ашурхана и Афшара, они сохраняют за собой земельные угодья, что позволяет им называться Беками. И когда уже в период Российской империи становится вопрос о принятии фамилии на русский манер, они берут за основу имя своего предка Ашур. Ханства уже не было, но они были Беками, потомственными землевладельцами. К имени Ашур прибавляется Бек, и ко всему, ко всей этой конструкции прибавляется русский суффикс Оф-Еф. И получается фамилия Ашурбековы. И вот в период нефтяного бума очень большое количество Ашурбековых станет нефтепромышленниками волей судьбы. Понимаете, потому что на их землях обнаруживаются богатые запасы нефти. И вот один из представителей этого семейства Хаджи Ачдарбек Ашурбеков упоминается в юбилейном издании трехсотлетия царствования дома Романовых, где о нем пишут ни один бедняк обратившийся к нему за помощью не получил отказа. Понимаете, это человек, который разбогател на нефти, но он как-то стал развивать этот бизнес, у него было пять промыслов, два из которых он сдавал Нобелю, один Шибаеву, два эксплуатировал сам. То есть будучи варенином, Беком, он мог позволить себе и довольно вальяжный образ жизни. Вот что интересно, его фотографию, которую я вам сейчас показываю, если посмотреть на ее оборот, эта фотография была сделана в Японии, смотрите, Токио, Джапан, Шимбаши. Вот это был один из представителей рода Ашурбековых, который найденную на его земле нефть считал, ну, своего рода манной небесной, даром небес. А раз тебе небеса такое подарили, то ты должен как-то, так сказать, ответить за это благотворительность. Именно этот человек строит в Баку одну из самых великолепных бакинских мечетей, которая до сих пор называется Ачдарбековской мечети, и в этой мечети он был похоронен. Но что самое интересное, когда мне удалось обнаружить его фотографию, сделанную в Японии, и когда я показал эту фотографию первому японскому послу, назначенному в Азербайджан, Батону Гелл, у меня была с ним аудиенция, я прихожу к нему с этой фотографией, и так вот с порога я ему в лоб эту фотографию показываю, Токио, Джапан, это его не удивило, его потрясла надпись Шимбаши, Шимбаши, он мне, знаете, такое, вы знаете, что такое Шимбаши? Ну, простите, тут же на хвост сел я, я говорю, знаете, господин посол, простите, еще не бывал в Японии, вы что, это известный квартал Гейш, вау, и вот тут во мне взыграло чувство национальной гордости, я ему сказал, господин посол, а где, по-вашему, должен был находиться весьма состоятельный, преуспевающий и весьма не дурной собой бакинский миллионер Ачдарбек Ашурбеков, видимо, он занимался вопросами японского генофонда, но так или иначе, шутки шутками, а Ашурбековы это выдающийся род, из четырех наиболее крупных мечетей Баку две были построены представителями этого рода, Гаджа Ачдарбеком Ашурбековым и Набадхамум Ашурбековой, купеческой вдовой, причем она построит самую крупную из старых бакинских мечетей, Тазапир. Вы знаете, у этого рода огромное генеалогическое древо. Представителем этого рода была ныне покойная историк Сара Ханум Ашурбейли, которая в своей последней работе «История города Баку» опубликовала генеалогическое древо Ашурбековых, начиная от Ашурхана Афшара, это 1740-е годы. Так вот, на момент выхода книги в свет это генеалогическое древо успело устареть, потому что у кого-то из Ашурбековых родились наследники. Понимаете, то есть это огромное древо, причем из этого рода вышли и меценаты, и благотворители, и предприниматели, как отец той же Сары Ханум Ашурбейли, Балабек Ашурбеков, о котором я расскажу в нашем следующем эфире, о котором его дочь говорила, «Мой отец был более капиталистом, чем дворянином». То есть вот в нем это предпринимательское начало преобладало, в отличие от других Ашурбековых, он не сдавал своих промыслов в наем, не стриг купонов, но именно эта ветвь Ашурбековского семейства была наиболее, так сказать, состоятельной. И даже если речь заходит о самых бесшабашных повесах, гучи, криминальных авторитетах, то и тут всплывают имена наиболее одиозных представителей этого рода, как, например, гучи Теймурбек Ашурбеков или Баширбек Ашурбеков, который, как рассказывают, однажды в порыве гнева дал пощечину то ли бакинскому полицейстеру, то ли бакинскому губернатору, причем он самый был очень небольшого роста человеком, для того, чтобы дать пощечину, ему надо было встать на стул, чтобы дотянуться до губернатора, он встал на стул, залепил пощечину, после этого вышла такая вот, понимаете, история, распространенная среди Ашурбекова. Кстати, среди современных Ашурбеков есть очень интересные представители этого рода, как тот же Игорь Ашурбеков, тоже очень известная личность в своей сфере. Понимаете, это тот род, которым Баку по праву гордится, это род, из которого вышли самого разнопланового типа люди, но в самых различных сферах они добивались очень много, так что рода Ашурбековых это один из наиболее разветвленных дворянских родов Баку, оставивший по себе колоссальное архитектурное человеческое историческое наследие, но это предмет отдельного разговора. Извините, что меня опять понесло. Остапа опять понесло. Нет, но я просто в какой-то момент я понял, что я заслушался, а потом перебивать уже не стал. Это был первый ответ до 11 из 9 вопросов. Поэтому я думаю, что мы сегодня, конечно, все не освоим, но что освоим, освоим. Но я постараюсь отвечать в стиле Блиц. Задавайте вопрос. Следующий вопрос, Батон. Что можно узнать про семинарию в горе? Про семинарию в горе? Семинария в горе, она в Баку известна своими выдающимися выпускниками, наиболее известными из которых были те же Узаир Гаджибеков и Муслим Магомаев. И я думаю, что историю семинарии в горе применить на Казарбайджану надо начинать изучать с двух выдающихся личностей, один из которых похоронен в азербайджанском пантеоне в Тбилиси. Это Мирзафат Алиахундов и это известный муфти Гусейна Фензи Гаибов. Вот именно они, если не ошибаюсь, в 1870 году добиваются открытия мусульманского отделения горейской семинарии. И горейская семинария становится альма-матер целой плеяды выдающихся азербайджанских общественных деятелей, делителей искусства, науки и так далее. Вот два наиболее выдающихся деятеля это Узаир Гаджибеков и Муслим Магомаев. Мало того, что они родились практически в один тот же день, в сентябре 1985 года, они оба оканчивают горийскую семинарию, и их пребывание в горе, в Тифлисе, приводит к тому, что они встречают своих жен, они были женаты на сестрах из знаменитого тбилистского рода татарского происхождения Терегуловых. Вот на одной из старших сестер Байдыгюль-Джамал был женат Муслим Магомаев, вот, а на самой младшей сестер Малейки Аханум был женат Узаир Гаджибеков. То есть они обе происходили из этого рода тиклинского происхождения Терегуловых, но встреча с своими будущими избранницами и у Муслима Магомаева, и у Зайры Гаджибекова происходит в периодах горийской семинарии, так что горийская семинария становится колоссальной кузницей кадров для целого поколения выдающихся азербайджанцев к конца 19-го начала 20-го веков, и мне недавно попалась книга, сейчас запамятовал имя автора, но я обязательно с ней встречусь, путь из Шуши в горе. То есть вот вся шушинская интеллигенция, пройдя шушинское реальное училище, направлялась в горе. Филиал горийской семинарии впоследствии Ферудимбеком Качарли, если не ошибаюсь, будет открыт в Казахе. Очень многие выпускники бакинских средних учебных заведений, они также видели возможным продолжение своего образования в горийской семинарии. Так что это крупнейшее учебное заведение, сыгравшее огромную роль и как для грузинской, я думаю, для армянской интеллигенции тоже, но в не меньшей степени горийская семинария стала альма-матер выдающейся реальной азербайджанских деятелей науки, культуры и искусства. Но это опять-таки пласт, который нужно хорошо, так сказать, взять экскаваторным ковшом. Надеюсь, когда-то заняться этим. Спасибо. Переходим к следующему вопросу. Спасибо. Фархад спрашивает наш зритель, остаются ли в силе объявленные Фуадом Ахунтовым 1 миллиард долларов для тех, кто докажет или покажет документ о передаче Нахичеване из Армении и Азербайджану. Заранее спасибо. Вы знаете, здесь речь о Фуаде Ахундове, но не о вашем покорном слуге. И я с этим сталкивался неоднократно. Это тот случай, когда Федот, да не тот. Дело в том, что помимо вашего покорного услуги есть Фуада Ахундов, который работает в президентском аппарате. Это мой очень хороший знакомый, осмелюсь даже сказать, даже друг, но постарше меня. Это один из тех исследователей, которые длительное время занимаются вот всей этой проблематикой армяно-азербайджанских конфликтных вопросов. У него есть замечательная компиляция трудов разоблачителей фальсификации. Двухтомное издание, которое было издано из вот той компиляции различных публикаций, работ. Кстати, колоссальный за всем этим стоит труд Фуада Ахундова по сбору материалов по, опять-таки, азербайджано-армянской проблематике, в коей я не являюсь лучшим специалистом. И этот вопрос адресован к Фуаду Ахундову, но из президентского аппарата. Меня часто с ним путают, даже авторство его работ приписывают мне, и мне от этого очень стыдно. Я каждый раз, когда с ним встречаюсь, я начинаю нашу встречу с извинений, потому что мне приходится опять говорить о том, что очень часто его работы приписывают мне, вот это очень серьезные работы, я часто к ним обращаюсь, ссылаюсь на них, но это работы другого Фуада Ахундова, и именно он является адресатом того вопроса, который сейчас прозвучал. Кстати, очень рекомендую вам, Батон и Гелла, расширить круг ваших соавторов и соакторов именно вот тем самым Фуадом Ахундовым из президентского аппарата, и если для этого понадобится мое посредничество, готов выступить в роли посредника. С большим удовольствием, если это возможно, с большим удовольствием. Однозначно. Это, кстати, хорошо. С большим удовольствием, и вот Рустам, которому я очень благодарен за то, что он, за постоянство вопросов, он, наш зритель, спрашивает, а ну да, я про Фуада Сулеймона расскажу, что он поблагодарил нас, за что ему большое спасибо, а вот Рустам спрашивает следующее, очень интересно, понимает ли наш непревзойденный маэстро, автор исторических зарисовок и тюдных, тот, пока еще не до конца осмысленный момент, что именно современная европеизация любого небольшого народа ведет к его исчезновению. Вопрос связан с популяризацией Фуадом образа свободной женщины Востока. Грустам. Очень хороший вопрос. Он, во-первых, глобальный по своей, так сказать, проблематике, но локальный по своему приложению. Я не считаю, что эмансипация азербайджанской женщины и ее приобщение к европейской культуре, европейскому образованию, европейским традициям влечет за собой потерю своего этнического лица. и те женщины, о которых мы рассказывали в наших предыдущих эфирах, это и первая азербайджанская оперная исполнительница, и первая пианистка, и первая художница. Они, будучи первыми в своих сферах, они оставались азербайджанками. Я не вижу здесь такого серьезного конфликта. Да, я тоже с опаской, особенно после жизни в Канаде, отношусь к идее такой, так сказать, глобальной вестернизации. Кстати, в вашем эфире с тем же Арменом Аванесяном прозвучала идея о том, что невозможно вестернизировать общество Южного Кавказа без участия самих европейцев, европеизировать без участия европейцев. Это было то ли в этом эфире, то ли может быть в другом, я могу ошибиться, приношу извинения, если вдруг ошибусь с авторами. Вот я не сторонник такой огульной вестернизации наших обществ. Но вместе с тем я всегда с гордостью говорил о том, что одной из козырных карт Азербайджана являются его гендерные достижения. И эти гендерные достижения не приводили к отрыву азербайджанских женщин от своих корней, не приводили к разрыву и конфликту со своей средой, нет, они просто показывали, что эта среда может воспринять определенные веяния извне. И вот тут очень важным является соблюдение баланса, который ни в одном из исторических примеров, которые мы приводили с вами в наших эфирах, нарушен не был. Поэтому, разумеется, нельзя утрачивать своего identity в угоду европеизации ради европеизации. Я против этого. Но при этом подчеркнуть у европейцев те или иные наработки, если хотите, было бы не лишним. И в этом плане и у нас, и у грузин, и у армян есть определенный свой собственный опыт, который заслуживает его изучения и дальнейшей популяризации. Не знаю, насколько я ответил на этот вопрос. Так как это интересная тема, я тоже свои пять копеек вставлю. Конечно, конечно. Без институтов бестернизации и модернизации, ну, я не знаю, насколько, так сказал в данном случае Ширустам небольшой народ турки. Турки не небольшой, турки большой народ. Да, это народ, имеющий империю. Да. Тоже нельзя забывать. Я к тому, что у них-то прошла вестернизация. И у них прошла вестернизация, которая очень интересно преломилась. И сейчас мы наблюдаем то, что мы наблюдаем сейчас, синтез традиции и вестернизации. И вестернизация никуда уже не денется. Это модернизация институций. Конечно. И вот тут очень важный момент. Очень важный. Ну, албанцы и боснийцы, ну, как бы, я не знаю, исчезнут ли в скором времени албанцы и боснийцы. Если исчезнут, то тогда я скажу, что, конечно же, воздействие правильное. Хотя албанцы и боснийцы несомненно европейские народы. Несомненно. Главное так же, как, кстати, азербайджанцы. Ну, северные азербайджанцы. Но я хочу сказать, что дальше в комментариях идет обыкновенный расизм. Расизм, который, с другой стороны, а я встречал его и с этой стороны. Мусульмане, утверждение о том, что мусульмане не способны к демократии. Мусульманам демократия не нужна. Мусульманам не нужны институции свободы слова. Мусульманам не нужны институты свободного. Вообще не нужны ничего. Это демократия для того, чтобы оболванивать христианский мир. А вот мусульмане, они будут жить сами по себе. Более расистского, по сути, утверждения, я не могу себе представить. И оно меня как-то даже возмущает, потому что, мол, типа того, нет, это не для них. И это, кстати, я слышу иногда и от европейцев. И это очень, очень странно. Понимаете, это полюсные высказывания. Вы знаете, после жизни в Канаде у меня намного открылись глаза. И, собственно, то же самое очень часто говорит Ирамис Юнус, то есть люди, которые живут в том обществе и видят его изнанку, они далеко не во всем хотят такого слепого Юнуса. на нашу почву. Вы знаете, у меня к этому опять-таки я высказал свое сугубо личное мнение. Демократия не следует рассматривать свой призму этнического, религиозного происхождения. Хотя это все накладывает свой отпечаток. Это обязательно. Без учета этого картина будет неполной. Но та же Турция при всех ее, так сказать, про и кон, за и против, она является примером того, как основы демократии в мусульманском мире прекрасно могут существовать. Мало того, что они работают, извините, Мало того, что они работают, они являются мощным драйвером для развития страны, мощнейшим. Но опять-таки мы выпускаем еще один аспект. Вот лично в моем понимании, может соглашаться, может нет, демократия это лакшери, это роскошь, которую надо заработать. Я сложно представляю себе, я не буду говорить о том, что демократия невозможна в мусульманском обществе или этой службы так сказать, в мусульманском обществе, хотя это все накладывается. Мне сложно представить себе реально работающую демократию в экономически слабом обществе. Потому что если общество не работает определенный институт, если не обеспечен определенный минимум, то любые попытки насадить демократию или внедрить ее будут всегда принимать несколько уродливые формы, будут принимать несколько искаженную интерпретацию. Поэтому я не сторонник насаждения демократии, я не сторонник насаждения чего бы то ни было. Потому что любая насаждаемая идеология, любая насаждаемая форма построения общества и так далее, она всегда оборачивается своей противоположностью, она дискредитирует саму эту идею. Для меня демократия это та роскошь, которую надо заслужить. И копировать сейчас у нас вот эту модель европейской демократии слепо, это обреченный вариант. У нас был один политик, который сейчас сказал, что мы начинаем интеграцию в Европу с канализацией. То есть у нас будут всегда перениматься какие-то внешние атрибуты демократического общества не без понимания глубинного смысла. И вот так слепо перенесенные как растения из одного климатического пояса, совершенно не приспособлен для этого другой климатический пояс, они не будут приживаться, они будут дискредитировать саму идею. Поэтому к демократии каждое общество должно прийти само, самостоятельно. Да, может быть какая-то помощь в создании тех или иных институтов, в создании тех или иных структур и так далее. Но рано или поздно к этому нужно прийти самостоятельно. И тут я бы не стал говорить о том, что для тех или иных конфессий она просто неприменима и так далее. Просто эти самые конфессии должны к этому прийти, может быть, через призму своего видения мира. Опять-таки, я вхожу в сферу, в которой я не являюсь специалистом. Не, ну слушай, а тут не надо быть специалистом, тут надо просто чувствовать ситуацию. Из всех Южно-Кавказских республик демократические институты получили наибольшее развитие в Грузии. Мы это сознаем. Ну, это сознаем, да. У нас наиболее к этому способным, открытым, хотя, к величайшему моему сожалению, автор и архитектор этого процесса сейчас находится за решеткой. К сожалению. Я считаю, что он все-таки политзаключенный. Мы говорим о Михаиле Сашвилии. Несомерно. Но вот эта вот европеизация, она вот, она дошла до какого-то предела, до момента, когда в Грузии должны были провести гей-парад. И он не прошел. Я считаю, что это к чести грузинского общества. Потому что есть определенные традиции, есть определенные кальности, на которых строится, так сказать, система взаимоотношений на протяжении поколений, на которых формируется этнический облик того или иного общества. И если мы в угоду вот этим вот демократическим ценностям пожертвуем этим, то мы перестанем быть самими собой. И я вас уверяю, мы перестанем быть привлекательными для внешнего мира. Потому что Грузия для большинства людей, которые в нее приезжают, она привлекательна тем, что это Грузия. Что здесь можно увидеть то, что ты не увидишь нигде. Вот я перед нашим эфиром слушал ваш замечательный эфир с Ревазом Утурагури. Кстати, мои самые искренние соболезнования в связи с его такой совершенно трагичной, до сих пор невыясненной кончиной, хотя мастер, спец, но царство ему небесное, пусть земля ему будет пухом. И вы знаете, мне что понравилось, вот этот человек, он открытый мир. Он рассказывал о том, как в нулевые годы, когда в Грузии не было света, и жизнь прекращалась подачей света, он вдруг заполнился этой идеей. И он пошел в соответствующее ведомство в Грузии, где не было селектора, и количеством стуков в стену определялось, кого из своих замов, первого, второго, или третьего, вызывает начальник. Но этот начальник эту идею воспринял. Представитель авиационной компании, или как это называется, я сейчас могу сказать. Груз авиация. Груз авиация. То есть, понимаете, он оказался открытым к этой идее. Он ее поддержал. И вот это был такой трамплин, который покойного Батона Ревазу дал возможность сделать Грузию своего рода центром воздухоплавания на Южном Кавказе. Но, знаете, когда он все это описывает, в конечном итоге он говорит, я был горд тем, что это был грузинский шар, что это было грузинское черное море, что это было в Грузии. Понимаете, вот эта вот специфичность грузинская при умелом восприятии всего того, что может прийти к нам с запада, создала этот феномен Реваза-Утурагури. Понимаете, я думаю, что даже с его физическим уходом очень прискорно для всех нас то, что он заложил, продолжится. Но это будет иметь грузинскую окраску. Поэтому у запада мы можем брать те или иные наработки, те или иные ноу-хау, которые обязательно должны преломляться нашей средой, проходить через ее призму. Что-то пройдет, что-то не пройдет. Это не значит, что мы должны менять себя в угоду кому-то. Понимаете, вот до тех пор, пока мы остаемся самими собой, воспринимая внешние влияния, мы обеспечиваем гибкость своего социума, но при этом сохраняем свой скелет. В момент, когда мы начинаем ломать свой скелет, мы исчезаем, как этот. И мы перестаем быть интересными. В первую очередь самим себе, а далее уже окружающему нас миру. Я просто все время привожу пример, не потому, что... Я мог бы привести пример Японии, мог бы привести пример Латинской Америки, страны Латинской Америки развитых, более-менее, Южной Кореи и так далее. Но почему Турции? Потому что Турция рядом, Турция этнически близка к Азербайджану. И Турция... Давайте представим себе следующую ситуацию. Мустафа Кемаль, 25-й год. И он говорит, так, ребята, у нас жесткий авторитарный лидер, очень жесткий, даже жестокий. И он говорит, так, ребята, у нас демократия, у нас свобода, давайте. И по лучшим лекалам тогдашней демократии, тогдашней, не сегодняшней, тогдашней демократии, проводит он все это. Какую бы Турцию мы бы имели бы сейчас? Я думаю, что мы бы сейчас не имели бы Турцию. Мы бы имели бы Турцию, 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 Турцию и так далее. Это один подход. И это правильный подход. Но другой подход, я еще раз говорю, говорит о том, что кто-то не способен генетически, по религии. это уже... Демократия, это расизм, это оскорбление самих себя. Ну, не понимают... Абсолютно. А генетики в политических вопросах, это уже расизм. Это мне напоминает высказывание, зачем далеко ходить. Роберт Кочарян. Армяне и азербайджанцы генетически несовместимы друг с другом. Но это вот, а есть тот самый расизм. Там, где политические вопросы пытаются вмешать генетику, причем люди... Получается, откровенный фашизм, откровенный расизм, откровенный нацизм. И вот в случае с Кочаряном, это, говорит, человек, фамилия которого сидит тюркский корень. Кочари. То есть, кочевник. Кочевой. Понимаете, это, говорит, человек, который вырос в Карабахе, где столетиями бок о бок жили азербайджанцы и Армении. Там, где в политических, этнических и социальных вопросах пытаются вспомнить о генетике, о каком-то, так сказать, там заканчивается политика и начинается расизм. Вернее, политическое движение переходит в откровенный фашизм. Это Ром. Это Ром. Тут, я думаю, комментарии излишни. Если можно, следующий вопрос, потому что времени остается, к сожалению, немного, времени остается действительно немного, а мы только-только подошли вот к тем самым вопросам первым. Поэтому, я не знаю, может быть, нам действительно передействовать. Давайте пару вопросов, а если что-то останется, мы можем в следующий раз как-то какую-то часть эфира на Q&A и сохранить эти вопросы, потому что мне очень важно общение. Сохраняю, обязательно, потому что мы вот те же тоже прошли. Так, спасибо всем за добрые слова, походу. Уважаемый Фуат Бей пишет Мудус Аберанти. Начиная с советских времен до наших дней, разрушением какого исторического памятника был нанесен наибольший уровень культуры Азербайджана? За первый вопрос, у каждого региона есть свои символы Харабибуру в Карабахе, гранаты в Гюча, яблоки в Кубе и так далее. А что является символом Азербайджана, кроме государственной символики? Дальше. Знаете, ну, если говорить о разрушениях, то я бы не стал их привязывать к тем или иным регионам, потому что тут мы уйдем в детали и опять-таки не являюсь в этой области лучшими специалистами. Были определенные периоды, когда, например, в 30-е годы сносились храмы. Причем, к сожалению, этот Молох, он не обошел стороной ни Азербайджан, ни Грузию, ни Армению и так далее. Это было везде. Вот именно в этот период в Баку сносится Бибейбатская мечеть. Да, ее сейчас восстановили, но это новодел. Это, понимаете, так, знаете, она не несет той нагрузки, которую несла та Бибейбатская мечеть, в которую побывал в свое время Александр Дюма. Причем, надо отдать должное советской власти, все документировалось, вот, пожалуйста, процесс сноса мечети. Такая же участь постигает крупнейший на Южном Кавказе Александр Невский собор, о котором, кстати, можно было бы поговорить в отдельном эфире. Это был своего рода Бакинский храм Христа Спасителя. Это военные соборы, которые были по всему Кавказу построены. Католические церкви на месте там собора римско-католического костела Святой Марии будет выстроен клуб Держинского и так далее. То есть, есть разрушения, связанные с тем или иным историческим периодом, по идеологическим соображениям и так далее. Есть разрушения постсоветского периода, но это были разрушения уже несколько иного характера, когда приходит такой вот агрессивный капитал. Вот эти вот лихие 90-е, к сожалению, они тоже не обошли нас стороной. И что греха таить, иногда приходится сталкиваться с подобного рода разрушениями и сейчас, но к счастью, уже начинает появляться определенная институционализированная реакция на это дело и при Министерстве культуры. Он существовал и раньше, Комитет по охране памятников, но он стал более активен, и меня пригласили сотрудничать с этим комитетом. Я с удовольствием принял это приглашение, и вот буквально завтра у нас должно быть очередное заседание. Я надеюсь, что это принесет какие-то конкретные результаты, конкретные плоды. Что касается символики, опять-таки, в области Геральдики я не совсем специалист, но у меня была целая передача, посвященная Южно-Кавказской Геральдике. Это очень интересная вещь, это символы городов Южного Кавказа времен Российской империи. Я понимаю, что тогда еще не было ни Грузии, ни Азербайджана, ни Армении, но существовали губернии, имевшие определенные, так сказать, традиции. И вот, что касается Геральдики, то, например, в тех же освобожденных городах Карабаха было бы очень не лишним вспомнить революционные элементы Геральдики, когда на гербе той же Шуши присутствовал знаменитый Карабахский скакун. Понимаете? Вот. А что касается Геральдики общенационального масштаба, то этот вопрос, это очень слух, это очень глобальный вопрос, я не берусь как-то на него отвечать, но она должна как-то вобрать в себя элементы отдельных регионов, и вот эти вот геральдические изыски вывели меня на довольно интересные факты и информацию, которую я бы с удовольствием поделился с нашей аудиторией в одном из наших последующих эфиров. Но опять-таки давать такой готовый ответ на вопрос о том, какой должна быть Геральдика Азербайджана в целом сегодня, это очень интересный вопрос, но я думаю, что тут лучше, как говорится, одна голова хорошо, а вот много голов это лучше, и я не возьмусь, возьму на себя смелость давать на него ответ сейчас. Хотя есть над чем поработать, но эта работа должна опять-таки базироваться на различных регионах и как-то это все суммировать, но это очень интересная тема. Вообще можем одну из наших передач, один из эфиров посвящить геральдике городов Южного Кавказа, и вот тут могут возникнуть интересные идеи. Найлучшее пожелание Абдулы, того самого Белоканского, я не знаю, может вы его знакомы вам, здоровья, счастья и успеха в жизни. Спасибо большое, это взаимно, я очень благодарен нашей аудитории, когда всегда, который всегда так тепло реагирует на наши эфиры, и надеюсь, что мы обрисовали несколько горизонтов для, может быть, тематики отдельных эфиров в ходе вопросов, я вас прошу, сохраняйте эти вопросы, давайте как-то строить эфиры так, чтобы в конце каждого эфира несколько вопросов, есть вопросы, которые требуют такого блиц-ответа, это было бы даже интереснее, у вас, кстати, была такая рубрика, по-моему, и с Рамезом Юнусом, и с Эльдаром Намазовым, так что можете попытаться это примените с вашим покорным словом. Да, но, видите, не получается блиц-ответа, но это и хорошо, с другой стороны, мы просим прощения у всех, кому мы не успели ответить, но, заметьте, я начал с прошлых, то есть неделю назад, то что было, и ответили, по-моему, всем, а сейчас, если вдруг я что-то пропускаю, то это только потому, что я не вижу уверенность. То есть не было вопросов, которые бы я, нет, было пара вопросов вообще, но там была откровенная глупость. Ну, конечно, я понимаю, что это очень сложная работа, быть таким фильтром вопросов, но я вам ее полностью доверяю. Я, как правило, не фильтрую, то есть если нет вот таких вот, вот этих, если язык не показывается в вопросе, причем не только язык, а вот полностью язык глуполен, но еще и уши от того, не знаю. Огромное спасибо, огромное спасибо, Фот, за очень-очень интересную беседу. Ну, будем сидеть, и ждать следующего воскресенья. Что еще нам остается делать? Спасибо, мой дорогой. И следующее воскресенье у нас воскресенье Дня Святого Валентина, и мы посвятим его Баку в любовных историях. Но при этом постараемся оставить какую-то часть программы для наших неотвеченных вопросов. Если будут вопросы, как-то соответствующие этой тематике, буду признателен. А так, благодарю за любые вопросы. Батон Агела, от воскресенья до воскресенья. Обнимаю, Фот. Счастливо, хорошей недели. Спасибо. Спасибо. Так.